Вот я вам говорил, но в нашей среде знают, что в принципе сейчас, поскольку бизнес стал профессией, достаточно много на этом зарабатывается, поэтому ничего не считаю это зазорным. Брать из интернета анекдоты, 3-4 анекдоты, вот как бы эстрадный монолог. И есть авторы, которые у нас немножко подворовывают, и мы все это знаем. Единственник, который никогда не сделал чужую букву, это я. Ну, не только я один, правда. Вот, все выдумано, но когда вот начали люди присылать дислинизмы, я вот их читал даже на Юрмалибовне, обязательно оставьте, что это не мои. Люди присылают, вот как бы беря эту форму, смешные очень штуки, жалко не прочесть, но это не авторы, это вот как бы мои последователи. Если утром в зеркале видите оповшую визиономию, значит вчера вы все-таки решили выпить 50 грамм для аппетита. Хороший, если вы бисексуал, ваши шансы интересно провести в субботний вечер увеличиваются вдвое. Если дедушка на свое 8-10-летие задул все свечи на торте, значит квартира освободится не скоро. Если мужчина утверждает, что он в доме хозяин, значит он и в остальном тоже врет. Если вам перебежала дорогу черная кошка, за ней черная мышка, за ней черная жучка, за ней черная внучка, то детка выкопал не репку, а высоководный кабель. Если наука победит алкоголизм, люди перестанут уважать друг друга. Если вас попросят быстро придумать рифму к слову Европа, а вы скажете Пенелопа, значит вы не искренний и скрытный человек. И последний, ну симпатичный, очень хороший. Если альбомчик тоненький, а фотография одна и страшненькая, это ваш паспорт. Скажите, мои документы готовы? Прокофьев Александр Сергеевич, 91 года рождения? Да, он самый. Шестой год стоит вам в очереди. Папочки ваши документы на всю оставшуюся жизнь. Так что об очередях забудьте. Спасибо. О, сколько тут справок. Ну а мало ли, когда-нибудь вступлю в брак, свидетельства. Не мало ли, а в 2012 году, 15 января, женитесь на Степанове Ирине Олеговне. Вот свидетельства о браке. Это соседка по дому Ирка, что ли? Тут она не здоровается. Кокетничает, да? Ну а вдруг мы не уживемся? Конечно, не уживетесь. 2 сентября 2013 года по-любому разойдетесь. Вот справка о разводе. А как же я? Через год распишитесь с Вероникой Павловной Седовой, 91 года рождения, и с ней до конца дней в любви и согласии. Вот свидетельство. Кто такая? Врач-гинеколог. В какой статье я? Любовь, зла, полюбишь, как говорится, гинеколога. О, поздравляю, у вас двое детей будет. Мальчики? Девочки. Ну, хотелось бы мальчик. Всем хотелось бы. Вот свидетельство рождения. Девочка. И опять девочка. Извините. А как же вы все в однокомнатной комнате? В 2015 году у вас будет 3-комнатная квартира на садовой, 5-й этаж, лоджия. Спасибо. А как насчет служебного роста? Ну, там прибавка в зарплате. Порадовать нечем. В конце 2013 года напишите письмо прокуратуру о финансах в мухинациях руководства. И что в результате? Вас уволят. Черт, зачем писал? Гене, вот анализ ДНК ваш. Ваш дед был отчаянный вояк, а конец Загуденов. Кто-то меня к лошадям тянет. Десять раз поменяете место работы. Господи, это столько же справа понадобится. Все в этой папочке. Государственная программа. От и до. Чтобы люди в очередях не толкались, а жили в своем удовольствии. Вот понятно, что значит дом. Держите свидетельство о смерти. До 2 августа 1978 года, в возрасте 87 лет, по-моему, жизнь удалась. А как же? Не волнуйтесь, место на кладбище забронировано. А вам остается жить да радоваться. Ну, вот это написано не про вашу ситуацию. Но, если вы переходите границу, вот это кладбище. Паспорт, пожалуйста. Почему на фото сигареты? У вас не курят? Да, у нас на границе на фото не курят. Так я и перед вами стою сигареты, как на фотографии. Что все совпало. Паспорт — это документ. Тут не до шуток. Понимаете, я говорю, с детства не вынимаю. А она через один газетак, вы меня не узнаете. Что вам было удобнее, я делся, как на фотографии в паспорте. Очки, плавки, ласты. На фото в паспорте слева бланинка в купальнике — это моя жена. Вы идиоты ли прикидываетесь? Кстати, об идиотах. Знакомый на фото в паспорте был с бородой. Во время отпуска в Дорси в городу Сбрин. Та пограничники без бороды не пустили его обратно на родину. Бедняга сидел в турецком аэропорту, ждал, пока трястет борода, как на фотографии в паспорте. На нервной почве я был взял в ноль. Я и петь не совпал в фото в графике. Теперь я буду и бомжом в Турции. Мне это надо. В чем здесь турецкие бомжи? Вы еще фотографии деда показали? Я знал, что вы спросите. Пожалуйста, дед во втором ряду, пятый. Проходите, что я вас больше здесь не видел. Даша договорилась с козой, через границу будут проблемы. В Барселоне отстали от гида. Лозили по сторонам, пока не захотелось в туалет после пива. Испанцы за это дерут евро с человеком. А с другими деньгами в России завтрак горячий в туалет подадут. Решили зайти в ресторан и под видом покушать. Справили красивую нужду. Вошли. Испанцы уставились. Будто на нас по-испански написано «Хотим в туалет». Чтобы не позорить страну, присидеть за стол, в меню пальцем потыкали. А до туалета рукой подать до родимого метра два. Как назло, заказ принесли тут же. Чтобы не ударить лицом грязь жуем, ногами перебирая. А он же не до еды. Как бы неходя по очереди сбегали в туалет. Тут и счет принесли. Двести евро на троих. Вот так с размахом пописали в консерву. Делки-палки. В лесу сыроежек косой косил. Накосил. Идут на поле не лисички. Сырежки выбросил. Только лисичек нарезал. Красное окружение. Не успеваю выбрасывать класть. Идут на Казагорье буровики. В оба перла. Сумерков собирая на ощупь. Что больше вошло, уложил одни ножки. Нет, шляпки на ножки, ножки на шляпки. Вернулся под утро еле живой. Соседи обалдели. Полная корзина шишек елова. А я брал не скажу. У нас была собака. К сожалению, его уже нет. И когда мы с ним гуляли, у нас в Питере во дворе там есть такой фрагмент кирпичной стены. То есть здесь можно, знаете, здесь. Но уже человеческого роста. И мы слышим, гуляя с ним, не видя кто, диалог. За стенкой. Значит так, дорогая. Мужская голова. Значит так, дорогая. Сегодня у нас на ужин медий. Белое вино. Квашеная капуста. На сладкое, твой любимый торт. В ответ счастливый женский смех. Петя, ты меня балуешь. Заходим за стенку. Видим около мусорного бакова два бомжа. Мужчина и женщина. Так что для счастья нужно совсем немного.